Традиционно самый крупный стенд на форуме представлен Краснодарским краем. Он занимает почти 2000 квадратных метров экспозиции. Для выставки наш регион подготовил 1800 инвестиционных проектов на общую сумму 530 миллиардов рублей. Немалую долю намерена получить Олимпийская столица. Сочи представляет проекты на общую сумму 10 миллиардов рублей. Один из главных проектов, на который курорт возлагает надежды, реконструкция центральной набережной. Он оценивается в 6 миллиардов рублей. В этом году этот проект более инвестиционно привлекательный, потому что есть составляющая, которая может привлекать. То есть на набережной есть ярусы, то есть второй ярус, а под первым ярусом можно будет строить дополнительные инвестиционно привлекательные объекты. И мы надеемся, что привлечем. Сегодня надо надеяться только на частный инвестиционный капитал. И мы очень надеемся, что это произойдет. Сочи привлекателен для инвесторов во всех направлениях. Благодаря прошедшей на курорте Зимней Олимпиаде развита транспортная инфраструктура. Сейчас, к примеру, город предлагает водителям более 10 тысяч машиномест на парковках. Новый инвестпроект по развитию системы парковок позволит увеличить это число еще на 5 тысяч. Среди сочинских предложений – современные жилые комплексы в поселке Вардане и на улице Пластунской. А еще проект городского рекреационного комплекса «Большой Ахун». Он привлек немало внимания. Еще бы на самую высокую точку Сочи планируется построить канатную дорогу. В целом город предлагает массу возможностей для развития и ведения бизнеса. Жилой комплекс на Пластунской, с ним заключено соглашение. По «Малому Ахуну» тоже, соответственно, на форуме заключено уже. Третья очередь – дублера курортного проспекта, которая не реализована. Это, соответственно, от «Мамайки» до «Лазаревской», которая позволит избежать пробок в ЛАО, в Вардане и так далее. Плюс ко всему большое количество парковок. То есть это те объекты, которые необходимы, чтобы наша транспортная схема города уже приходила в идеал. В этом году сумма подписанных соглашений не должна быть ниже прошлогодней, уверяют специалисты. Интерес инвесторов к выгодным и интересным предложениям курорта появился еще задолго до начала форума. Предварительно проработаны соглашения. Ждем наших инвесторов на своем стенде. И, соответственно, сегодня и завтра глава города Сочи подпишет целый ряд пакет соглашений. Мы предполагаем, что это будет ниже уровня прошлого года, несмотря на все текущие сложности. И город по-прежнему, вы видите, что принимает большое количество гостей. Мы этому очень рады. Главная задача сейчас в Сочи и сочинцев встретить гостей, чтобы они чувствовали здесь себя комфортно. Потому что для того, как они будут здесь себя чувствовать, наши гости – это именно инвесторы. Соответственно, и будет зависеть реализация дальнейших проектов. Для того, чтобы реализовать свои планы по максимуму, у курорта есть еще целый день. Международный инвестиционный форум «Сочи-2014», проходящий в главном медиа-центре Олимпийского парка, будет подводить итоги 21 сентября.